Рабочие смекалки, научные обоснования. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» стал организатором практического семинара «Инструменты ТРИС» для поиска оригинальных решений проблемных производственных ситуаций. Слушателями курса стали специалисты по ОММК, уже специализирующиеся на ниве изобретательства, и те, кто только собирается улучшить производственные будни. Продолжит Игорь Гурианов. Внешне все скромно и обыденно. Типовая учебная аудитория, за партами взрослые мужчины. Не иначе новомодный бизнес-тренинг, или вовсе, пардон за выражение, коучинг. Ирония уходит, когда ближе знакомишься с задачами и заданиями, которые предложены к решению слушателями. Это реально существующие на промплощадке проблемные точки. А выработанные на семинаре путем совместного технического творчества решения, да с применением инструментов ТРИС, наверняка совсем скоро претерпит реальное воплощение. В своих репортажах, посвященных поддержке рационализаторства и изобретательства, мы не устаем повторять. Даже небольшие новации имеют громадный экономический эффект. Те, что не несут прямой выгоды или экономии, повышают безопасность труда. Другие просто облегчают тяжелый труд металлургия. Подсчитано все. Так уже за 4 месяца этого года было подано 1685 идей, отрублено внедрение из них 1140 идей. По экономической составляющей за 4 месяца этого года получен экономический эффект в размере 185,1 миллиона рублей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Технический гений не знает чинов. Изобретать может и слесарь, и начальник цеха. И чья идея окажется эффективнее, тот еще вопрос. Сергей – оператор поста управления прокатного стана. Не новичок в программе, уполномоченный по рационализаторству и изобретательству в сортовом цехе. Он и на семинар приходит не впервые. Он вполне резонно считает, что без теоретической основы, полученной на семинаре, развиваться было бы намного сложнее. После данных семинаров, конечно, становится проще смотреть на свою работу, поиск и решение каких-то проблем. Ну и, конечно, после полученных знаний пытаюсь донести до своих коллег то, что услышал, то, что узнал. Скажи мне, кто твой тренер? Преподаватель школы КПД хорошо известен и аудитории, и организаторам. Марат Гафитулин является признанным авторитетом в изобретательском движении всей страны. Дипломированный инженер, автор целого ряда патентов, консультант по эффективности производства. Марат Семенович – частый гость на металлургических предприятиях. Своей симпатии к магнитогорским слушателям он не скрывает. Говорит, что редко где встретишь столь системный подход к поддержке современных кулибиных с одной стороны и такую личную заинтересованность в результате с другой. Вчера была великолепная экскурсия по заводу. Мне очень понравился завод сам по себе, инфраструктуру, которую сделали, частота, которая на территории находится. Дальше в цехах стремятся сделать так, чтобы степень запыленности и других каких-то вредных факторов, она была уменьшена. И это общее направление, это приятно. Напомним, организатором семинара выступил Центр подготовки кадров «Персонал». Кстати, готовы к сотрудничеству с другими промышленными предприятиями города и не только. Здесь считают, школа КПД уже показала свою состоятельность. Семинар не первый и далеко не последний, хотя бы потому, что учебный план составлен таким образом, что слушатель, казалось бы, теоретического курса буквально обречен на практический результат. Они проходят не в форме просто обсуждения теории. Слушатели получают не просто теоретический материал. В ходе обучения они применяют сразу на практике, работают в кейсах, работают в командах и получают уже изначально, прямо на обучении, первые результаты. Результаты от пройденного обучения. Они сами чувствуют, что эффект есть и полезность обучения однозначно они понимают. Итогом семинара стала финальная аттестация, в ходе которой участники презентовали коллегам найденные в ходе семинара идеи и подходы к их воплощению. Игорь Гулянов, Олег Карпенко, телекомпания ТЛИН.